Ирину Демидову по праву можно назвать пчеловодом со стажем. Сладкий бизнес много лет приносил стабильную прибыль. В этом году, видимо, придется затянуть пояса, переживает Ирина. Закрытие города на карантин она и еще 300 пасечников Шимкента восприняли с ужасом. Все они не смогли пересечь блокпосты после введения новых ограничительных мер в период пандемии. Пчелы, оставшиеся без присмотра, они просто-напросто могут погибнуть. И вы представляете, сколько семей останутся без доходов. Это круглогодичный доход у пчеловодов формируется именно сейчас, апрель-май. И именно эти месяца нужна активная работа с пчелами. Никаких трудностей на блокпостах отныне не будет. Акимат пошел навстречу не только пчеловодам, но и фермерам и аграриям. Единственное условие передвигаться они должны на грузовом транспорте. Возможность нашим фермерам выехать за пределы города. Разрешается это уже. Ежедневный заезд-выезд возможен только на грузовых машинах для покупки семян, удобрений, горючих смазочных материалов, запасных частей для техники. Новые правила касаются всех владельцев бизнеса за пределами Шимкента. На постах будут проверять каждого. А ежедневный пеший, либо на легковом автомобиле проезд людей из города в город, которые работают на этих христианских фермерских хозяйствах, запрещен. Имеется возможность им сейчас выехать на свои объекты, доехать до своей теплицы, до своего огорода, до своей земли и там работать до окончания карантина, до 30 апреля. На встрече с журналистами зам Аким рассказал, что в Шимкенте техника уже готова к весеннеполевым работам. Государство поможет с субсидиями, выделит 1 миллиард 200 миллионов тенге. Шуден Саидов, Давран Абдеев, Константин Гавшев, информационная служба телекомпании ОТРР. Оставайтесь дома.